Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, здравствуйте, уважаемые слушатели. Утро на Болткоме. Олег Пеков в студии и Евгений Копиен со звукорежиссерским пультом. Совсем скоро к нам присоединится и Андрей Лешкевич. Девять часов и уже пять минут. Всех поздравляем с тем, что сегодня среда, маленькая пятница. И в нашей студии появляется гость. Это предприниматель, автор песен популярных. И бывший депутат Евросоюза, Европарламента Александр Мирский. Доброе утро. Доброе утро вам всем. Хорошего дня. Мы находимся, ну, сейчас такой, конечно, удивительной ситуации. 2020 год уже стал, в общем, склоняют его во все стороны из-за этой странной совершенно ситуации с коронавирусом. Странно, но потому что кто-то верит, кто-то вообще не верит, считает, что это все какой-то заговор, теория заговора, что кто-то пытается, значит, таким образом манипулировать людьми. Все боятся, вот ждут второй волны коронавируса. Насколько вот эта ситуация оказывает влияние на нас, на нашу жизнь, на экономику Латвии? Насколько она действительно серьезна и вот может действительно угрожать нам? Ну, для начала я хочу сказать, что на самом деле все очень серьезно. И когда люди относятся к этому несерьезно, приходит результат, который сейчас происходит в Швеции, в России, в Соединенных Штатах, в Испании, когда уже пошла у них вторая волна коронавируса, где в день по пять, по шесть тысяч заболевающих. Сейчас Польша подвигается к этому. Относиться к бактериологической атаке, а это бактериологическая атака. Надо таким образом, чтобы защитить себя и своих близких. Самое опасное сегодня, если мы говорим за бактериологию, то, что на сегодняшний день выяснено, что коронавирус, тот тот человек, который переболел этой болезнью, не получил иммунитета. Вы понимаете, в чем дело? Значит, он может болеть и вот как гриппом очень долго, пока не будут поражены органы. Когда отношение к этому всему такое хихихаха, оно приводит к очень серьезным результатам. Такие, которые, я уже говорил, страны просто заболевают полностью. И по второму кругу уже, да. Второе очень опасное. Видите, в чем дело? Я там был в армии офицером традиционной химической разведки, бактериологической разведки. Вот, хоть и служил в ВДВ, но в каждой части были офицеры-химики. Вот я был командиром взвода традиционной химической разведки. И это бактериология, и мы бактериологическую часть. Я очень плотно изучал, когда учился в университете. Хочу сказать следующее, что это страшное бактериологическое оружие, потому что стрелять не надо. Потому что люди, еще сейчас, на сегодняшний день, непонятно, каким образом происходит транзит вируса, коронавируса. Сколько он живет на дереве, сколько он живет на металле, сколько он живет на одежде. Каким образом он передается, выяснено 5 или 6 видов транзита, все до конца не выяснены. Поэтому то, что сделают вакцину, это, как говорят латыши, дезвай. Поэтому первое и основное средство, это, конечно, защитные средства. Вы в общественных местах должны носить, конечно, маски. Обязательно. Во-первых, если вы, вы можете не заболеть, но вы можете быть переносчиком. Во-вторых, это обязательно гигиена, мыть ее рук и обязательно очень внимательное отношение к себе, гораздо внимательнее, чем в мирное время. Нужно понять, что это реально бактериологическая атака. Коронавирус на сегодняшний день, вот то, что думаю я, это неестественное изобретение. Мне кажется, что это рук человеческих творений, потому что вирус, как правило, бактериологический, который инфицирует человека и создан природой, он не убивает, как правило, среду, в которой он обитает. Он может ее потрепать, он может поболеть и так далее. Но вот когда вдруг не с того всего летальный исход дыхательных путей, приводящих к двухсторонней пневмонии, непонятной пневмонии, вот, то мы можем сказать, что можно предположить, что, скорее всего, он сбежал с чьей-то лабораторией. Ну, Ухань, там же рядом как раз и говорили, что были лаборатории, где производились всякие бактериологические опыты. Ну, я вам хочу посмотреть, как быстро они с этим справились. Но справились они только одним способом. То есть, китайцы, это на самом деле очень дисциплинированный народ. Вот. У нас есть вот это качество разгильдяйства. Когда, да, ну, я уже переболел. Знаете, мне в январе месяце россияне, мои друзья, говорили о том, что, да, мы все переболели, нам и Путин сказал, мы все переболели. Ну, и уже все, у нас иммунитет. Но когда ухнуло в марте месяце, а потом еще в апреле еще, а потом в мае еще, ну, все как-то притихли. И начали готовиться, ну, к тому, чтобы победить это. Вторая часть. Есть второе мнение, что кто-то его специально запустил, чтобы разрушить существующую экономику и построить нового. В чьих-то каких-то глобальных интересах. Ну, и я думаю, что это не так. Я думаю, что, скорее всего, это бактериологическое... Кто-то делал бактериологическое оружие, и оно у него убежало. Каким-то через летучую мышь, через крысу, я не знаю, через голубя. Но то, что экономика будет потрепана, это правда. И третья правда, это то, что нечистые на руку политики, к сожалению, даже в этой ситуации продолжают заниматься черным бизнесом. То есть, учитывая то, что у нас было, грубо говоря, военное положение в стране, и оно каким-то образом сейчас продолжается в каких-то вещах. То есть, решили, значит, подрить свои грязные руки на человеческом горе. То есть, реально, на сегодняшний день в стране нет средств защиты. Нам просто повезло. У нас с севера нас прикрывает в Скандинавии Эстония, в которой все хорошо, в кавычках, с этим делом. А снизу нас прикрывает Литва. То есть, имеется в виду Белоруссия, Литва, также Польша. Значит, Литва прикрывает нас. И Латвия оказалась в такой, знаешь, какой-то такой хорошей стерильной зоне. Пока повезло. Но так использовать надо это. Надо, чтобы все были готовы, чтобы все использовали средства защиты. Чтобы все занимались, то есть, выполняли те требования во время того, когда происходит бактериологическая атака. Ну, этого никто не делает. И я боюсь, что если будет вторая волна, опять Латвия не готова к тому, чтобы противостоять этому. Ну, самое главное, самое, наверное, ужасное, это то, что в Латвии разрушена система гражданской обороны. Ее фактически нет. Никто не знает, куда бежать, что делать. Но были бомбоубежища, были склады этих противогазов. В советское время даже учения проводились гражданской обороны. Вспомните там тревогу, что-то серийные бегали. А здесь сейчас этого нет. У нас есть какая-то оборона, купили какие-то танки. Зачем эти танки? А самое основное, что нужно в случае, если найдется глобальный мировой конфликт, ну, предположим, да. Но первое, это гражданская оборона для того, чтобы защитить гражданское население. Военные, понятно, уйдут воевать. Они там должны выполнить свой долг. Потому что их, это бы учили. А гражданское население не имеет защиты. Казалось бы, ну, возьмите, хотите вы потратить деньги, вот нам надо вам, но не на танки. Постройте защитные сооружения. Постройте заводы по защитным средствам. Сделайте, припримите все необходимые меры, чтобы сохранить на нашей земле наше население. Вот. Об этом никто не думает. К сожалению, вот все, что происходит, вот как в черном сне. Но вот сейчас вроде бы маски закупили в Китае, вот как средства защиты, говорят, все в порядке, все вот у нас теперь все обеспечены масками. Ну да, это отдельная история. По маскам громадных три скандала, и они продолжаются. Все, что купили в Китае на сегодняшний день, не является сертифицированным европейским продуктом. Для того, чтобы использовать средства защиты на территории Европейского Союза, существует шесть регул и восемь резолюций Европейского парламента. Это также есть постановление Евросовета. Там все написано. Там на масках все средства защиты должны быть сертифицированы в Европе. Все, что на сегодняшний день на 90% находится на территории Латвии, то, что я видел, это средства защиты, которые не сертифицированы в Европейском Союзе. И они не могут здесь продаваться, потому что они не несут защитных действий, у них нет защитных функций. Ну, к примеру, возьмем китайскую маску. Для того, чтобы ее продавать здесь, на коробочке, должен быть знак CE. Запомните, если вы идете в аптеку, знак CE. После этого европейский знак CE. Что сделали китайцы? Они сделали свой знак CE. А, значит, если CE – это европейское качество, то они сделали маленькие CE, но назвали это цхиноэкспорт. Сказали, у нас свое. Но, понимаете, если бы, как говорится, хрен с ним, хорошо, дали средства защиты, но они должны защищать. Но то, что люди носят сегодня в транспорте, то, что люди носят сегодня в магазинах, то, что люди покупают в аптеках, и то, что им выдают бесплатно где-то, вы должны понять, это не несет никакого защитного действия, чтобы в маске, чтобы вне. Это профанация. Человек идет в этой повязке, это всего лишь полевая повязка. В этой повязке, и он, наоборот, собирает, как вам сказать, бактериологическую массу на этой повязке. Но как только он чихнет, да, вот все вокруг, в радиусе там трех метров, если, не дай бог, он носитель, получат эту бактерию. То есть, маска, например, защитная, и в том числе и все защитные средства, это перчатки, это халаты, это шапочки, все, что должно быть, состоит из защитных специальных нетканных материалов. В китайской продукции этого нет, потому что нетканный материал, скажем, стоит на заводе, ориентировочно, 10 тысяч за тонну. А то, из чего сделана китайская маска, стоит 500. То есть, вы разобирали, да, одну масочку такую. Ну, смотришь на это, удивляешься. И как Министерство обороны, и как Министерство внутренних дел, и как Министерство иностранных дел умудрились закупить 10 миллионов масок, которые не являются защитными. Эти маски всего лишь для защиты от пыли. То есть, получается, что кто-то выделили деньги, кто-то подписал все документы, и что? И вот эти маски теперь... Теперь они ходят в складу, а их использовать нельзя. Они купили, ну, как арка, ну, как вам сказать, военная ситуация, даже конкурс не проводили. Вот приехал кто-то из Китая. Ну, на самом деле, еще по экономике. Если это маска в Китае, если нормальная... Китайцы производят нормальные маски, есть, мы видели, вьетнамские очень хорошие маски, есть они, но, извините, в Китае маска полевая, которую я сказал, которая несет защитные действия, которым забиты все наши склады, она стоит 8 центов в Китае. Ну, доставка 4, 14, значит, ну, в магазине 20 она может стоить, да? А китайская маска медицинская, первого медицинского класса, или наша европейская, она стоит сразу 25, только на заводе. Разница большая. Но наши умудрились китайскую за 8 копеек продать нашему государству за 66 копеек. Ну, вот как это? Ну, по сути, купили воздух. Воздух. Это использовать нельзя, это ни к чему. Ну, вот, то же самое, знаете, предположим, вы приезжаете на заправку, хотите заправить машину, и вместо бензина к вам в машину льется вода. Поедет машина? Нет. Ну, или у меня другая ассоциация, например, противопожарные эти все огнетушители, которые просто вот не тушат, а просто вот они используют декоративную функцию, то есть, тут висит на стене. Я тебе скажу, это ужасная вещь, сам чуть не сгорел, у меня есть машина ГАЗ-21, я тут один раз, ну, может, года три назад разогнался на Юрмальской трассе, где-то вот почти сто, она мне одет, все удивляется, вот, Волга старая, несется, блин, такая, берегись автомобиля, такая, Волга. Вот, и меня вдруг задымило, проводка загорелась старая, я еле успел установить эту машину, выскочить из машины, потому что, там, и начинаю искать этот... Огнетушитель. Да, и я его вытаскиваю, не работает. Я останавливаю одну машину, вторую, третью, все видят, что у меня дымится, уже горит капот, дымится, и только четвертый остановившийся, да, слава богу, люди хорошие попались, у него сработал огнетушитель, так бы у меня сгорела машина, раритетная. Но я пошел скандалить к этим пожарникам, мне говорят, подожди секундочку, ты раз в год должен его проверять, ты его три года назад проверял. И вот после этого, у меня в каждой машине огнетушитель, в каждой машине, которая у меня есть, во-первых, во-вторых, каждый год их проверяют, в-четвертых, один огнетушитель я обязательно сам проверяю, ну, обязательно пшикаю. То есть, мы говорим о том, что мы должны быть очень внимательны по отношению к себе. Вот даже такая мелочь, как огнетушитель, казалось бы. Сгорела раритетная машина, которая стоит, ну, больших денег, которую я восстанавливал 10 лет. Только из-за того, что я сам, разгильдяй, не подумал об этих огнетушителях. Ну, а с другой стороны, человек, который взял некачественную маску, ну, то есть, которая его не защищает, у него психологически, может быть, он начинает себя чувствовать более раскованно, то есть, вот, ну, без маски он, может, не подошел к толпе людей, но, то есть, вот, она провоцирует человека на… Это самое опасное, на самом деле. Самое опасное, то, что люди… Он начинает думать, что вот, все, теперь мне… Иллюзия безопасности. Иллюзия безопасности. Ну, так самое опасное-то не в этом. Этими масками снабжены все поголовно больницы Латвии. У меня родственница работает медсестрой. Я попросил ее принести маску. Принесла ее. Он так хотелось им сказать, ну, ребята, что же вы делаете? Они снабжили, там, вторая часть. Я спрашиваю, а каким образом вы эти маски используете? А, говорит, просто у нас коробочка лежит, кто хочет, кто-то берет. Ну, в отделении. Ну, человек приезжает больной. Ну, ты же заразишься. Вы чего там удивлять? Эта маска работает, специальная маска антибактериальная, работает всего два часа. Через два часа ее надо положить в сумочку и забыть. А потом ее уничтожить, потому что она может быть носителем вируса. Через два часа маску нельзя носить. Что делают люди дальше? Мало того, что они носят эти повязки, которые называются сборниками бактерий. Да, так они еще их носят месяц. Он носят для полицейского, чтобы его не оштрафовали. Он не понимает, что он может заразить. Если он где-то цепанет эту заразу, он заразит своих внуков, соседей, друзей, родственников. Он ее, вот я вижу, бабушка снимает эту повязку, она черная уже. Они еще некоторые дадумались их стирать. Ребята, ну, вам хватит мозгов кушать просроченные таблетки. А смысл? Она не работает. Ты можешь их с килограмм. У тебя голова болит, у нас аспирина. Если ему 10 лет, он работать не будет. Ну, смысл. Поэтому здесь нет культуры, нет дисциплины и так далее. Сейчас всю Литву одели в эти маски. Теперь, что касается экономики. Конечно, сейчас погреются, да? Рушатся целые сектора из-за этого. Туризм полетел. Ресторанный бизнес. Ресторанный бизнес. Все, что касается сообщественными услугами, все полетело. Торговые центры стоят. Люди уходят, закрываются целым. Ну, нет. Кинотеатры стоят практически пустые. Да, и рушится этот бизнес. И государство обещало что-то помочь. Ну, и что? Ну, вот моя очень хорошая подружка Линда Мурница. У нее целая гостиница. Она говорит, давайте я вам бесплатно ее дам, только затопление платите. Для этого, чтобы люди 14 дней сидели. Ничего. А знаешь почему? Ну, потому что она была строптивой политикой. Линда Мурница. Потому что она кому-то неудобна. Всем будет очень хорошо, если ее гостиница, которую она управляет, ну, вообще будет разрушена и снесена в центре Риги. Попросила помощи. И сказал, не дали. Ну, ты можешь себе представить, человек говорит, я отдаю бесплатно. Нет. А вот платно они купят вот эти вот нехорошие маски, которые являются сборниками бактерий. Ну, и мало того, что, в принципе, сейчас и концертный весь бизнес рухнул. То есть, все, кто организует массовые мероприятия, они сейчас просто в шоке. То есть, там даже артисты классической музыки, они сидят без работы, потому что, ну, вот… Это ужасно, видишь, ты же, Олег, знаешь, что я сам из музыки. Ну, конечно, да. У меня столько музыкантов, друзей. Ну, конечно, если есть какие-то мероприятия, куда-то можно позадить, конечно, я всех своих стараюсь пристроить. Ну, хоть что-то заработали бы. У кого-то день рождения, у кого-то какой-то небольшой корпоративчик, так далее, всех своих пытаюсь. Ну, что тут поделаешь, реально, люди без работы, без денег. И у очень большого количества людей просто нет возможности жить. Отсутствуют деньги. Ну, еще с банками, банки денег не дают. А сейчас посмотреть, что происходит в государстве во время коронавируса, когда людям надо помогать, когда надо понять, что экономика будет рушиться, ей надо дать продохнуть года два-три, когда это закончится. Они что делают? Они устраивают пересмотр кадастровой стоимости недвижимости. Вот что это значит для простого человека? Потому что многие слышат об этом, но, может быть, до конца не осознают, что это такое. Для кому-то, может быть, кажется, ну, это налог на богачей. Те, у кого, значит, земля, земли много, вот пусть они, дескать, и платят. Я человек маленький, и с меня-то что? У меня как это касается? Там можно посмотреть, есть программа в интернете, в которую можно заглянуть и посмотреть, сколько тебе придется платить налогов конкретно тебе. В зависимости от той недвижимости, которая у тебя есть. И по квартирам в том числе. Ну, в среднем человек, если будет платить в два, в два с половиной раза больше, чем он платил. Ну, то есть, скажем, у меня под Ригой дом стоит. Значит, я за этот дом платил, там, год, если не ошибаюсь, 400 евро в год. То есть, ну, сейчас я буду платить 1200. Хорошо, ну, ладно, я, скажем, бизнесмен, у меня есть, где я зарабатываю деньги, там, скажем, это для меня не настолько существенно. А рядом у меня стоит дом, бабушка с дедушкой живут. Реально бабушка с дедушкой, они еле-еле концы с концами сводят. Я даже ему воду дал бесплатно, он своего дома, потому что они не могут платить за воду. Они ведрами носили, я им просто подвел свою воду. Но они не могут платить. Как они будут платить этот налог на землю после повышения кадастра? Ну, нет у них денег. Ну, они даже отремонтировать свой домик не могут, он еле разваливается. И таких очень много. Кадастра, для чего это сделано? Все очень просто. Они набрали сейчас кредитов, долгов, в долг взяли денег, я имею в виду правительство. Не надо говорить только государство. Не надо путать государство и правительство. Это две разные вещи. Государство, это государство, это территория, на которой мы живем. И которой кто-то управляет. Если бы в государстве управляли нормальные люди, ну, мы бы жили уже как в Швейцарии. А у нас 20 лет управляют, к сожалению, люди ненормальные. Они думают не о стране, не о людях. Они думают только в основном о собственном кармане. Вот как бы за эти 4 года пограбить, чтобы потом уйти богатым человеком на пенсию? Он знает, у него 4 года, ему за 4 года вот как-то надо стать богатым. И он будет покупать маски, которые не маски, он будет вводить новые налоги, он будет делать территориальные реформы, он будет делать много шагов, которые должны привести к тому, чтобы он где-то смог отцепить вагончик денег. Есть схемы, они все работают и так далее. И в политику люди вживутся. В политическую жизнь вживутся не для того, чтобы что-то хорошее сделать в большинстве своем, а вот для того, чтобы попытаться, как это сказать, отцепить в вагон денег и потом уже удрать в Испанию и что-нибудь в этом. Ощущение, что это как бизнес для людей. Да. Ну, теперь смотрим с кадастром. Казалось бы, и так очень большие налоги, и так строительная отрасль тормозит. Ведь строительный кадастр в первую очередь ударит, во-первых, по простым людям, по строительной отрасли. Ну, какой смысл покупать землю, строить на ней что-то? А все, вся экономика начинается со строительства. Ты захотел завод, тебе надо построить цех. Или отремонтировать цех. Ты захотел выращивать зерно, тебе надо зернохранилище строить, дороги подводить. Ну, полный комплекс в начальном этапе любого бизнеса начинается строительство. А зачем я буду здесь строить, образно говоря, выращивать зерно, если кадастр поднимут в два раза? Мне ничего не останется. Все государство. А зачем тогда? Ну, нет, тогда я поеду в другую страну это делать, если у меня есть деньги, ресурсы для того, чтобы заниматься бизнесом здесь. Строительство, ну, кто будет покупать эти квартиры? Ну, сейчас, смотри, самая модная квартира сейчас – это 30-40 квадратных метров. Раньше, вспомнил, раньше трехкомнатная квартира. Считалось. Да. А сейчас за нее платить надо. Ты понимаешь, вот люди уже избавляются трех-четырехкомнатных квартир. Она не нужна. Вот достаточно пространства в 40 метров для двоих человек достаточно. Переспать. Посмотреть телевизор. Остальное время люди постараются выйти где-то на улицы, общаться, гулять и так далее. Почему? Это потому, что связано с тем, что строительство в результате будет в два раза дороже, а квадратный метр будет на 30-40 процентов, уйдет наверх. Если сегодня, например, в среднем стоимость квадратного метра хорошего жилья где-то полторы тысячи в хорошем месте, среднего где-то тысячи в среднем месте и второго, скажем, бэушного жилья где-то ориентировочно в 700-800. То после поднятия кадастровой стоимости эти цены, естественно, на продажу, вторичный сектор станет дешевле, а нового жилья больше не будет. Ну, практически он будет сворачиваться, потому что не будет покупателей на это. Ну, потому что поднимется цена до двух тысяч, как минимум. Ну, потому что тебе нужно платить за землю, потом ты начинаешь считать, мне потом еще за воду платить, за это, за землю, за это, за то. И ты посмотришь, ну, платежи, кроме коммунальных, еще у тебя будут налоговые платежи, ориентировочные, ну, такие же, как коммунальные. Нормально? Ну, кто это потянет? У нас что, зарплаты здесь такие? Вопрос, кто это делает? Ведь люди, которые составляют законы, должны быть грамотными, но они, как минимум, должны понимать последствия того, что они принимают. Тем более, что сейчас все стонут, что доходы упали. То есть, ну, предприниматели вынуждены или увольнять, или сокращать зарплаты работникам, а если еще поднимутся вот эти... Вопрос не только в этом, смотри, они еще, ну, ребята, я все понимаю, цены упали, цены не упали, зарплаты упали. Экономика рушится, страна не работает в полсилы уже полгода. Вы понимаете, что происходит? И в этот момент надо принять закон. Я понимаю, если бы у нас сейчас экономика была, ВВП рост бы, блин, 5-8% годовых, понятно, надо поднимать, потому что все стали богатыми. Но у нас все нищие. Что понимать? Оторбать у нищего трусы? Ну, знаешь, вот такое впечатление, что там те, кто наверху, кто возглавляет правительство, кто работает в правительстве, совершенно не знакомы с таким предметом, который вы изучали все в университете, как экономика. Ребята, ну, посмотрите, поучите учебники, сходите, выясните, как взаимосвязь между вашими действиями и последствиями. Ну, это ужасно, потому что наоборот, там, где снижаются налоги... Я расскажу очень интересную историю. Был в Израиле в 95-м году. Страшно удивился. Все мобильные телефоны, вся мобильная связь в Израиле была практически бесплатна. 95-й год, представляете? Тут застойно ненормальных денег. Я стал уточнять, у меня тетя, она работает профессор в Иерусалимском университете. Вот именно в секторе экономики она профессор. Это моя двоюродная тетя. Я спрашиваю, Юля, а как, что это тут бесплатно? Говорит, у нас уже два года бесплатно, только телефоны платные. Говорит, экономика на 2% ВВП поднялся. Говорит, почему? Потому что израильтяне, они очень большие болтуны. Они вот, когда едут поболтать, это полдня. А сейчас они это делают по телефону, остальное время работает. Экономика пошла вверх. Они просчитали, что если им дадим бесплатную мобильную связь, практически бесплатную, то экономика поднимется. Следующего было 4%. Представляете, что экономика... Ну, так, я извиняюсь, но евреи умеют считать. Ну, слушайте, возьмите, отправьте этого Каринша вместе с министром экономики, министром финансов в Израиль. В Кибуц куда-нибудь. Да, в Кибуц, чтобы козу подоил. Они там вот в Кибуц ему расскажут, какова экономика, из чего она состоит. Взаимосвязь между действиями. И тогда в стране у нас, может быть, начнутся какие-то изменения. Может быть, не Каринша, может найти кого-то нормального сюда, кто может реально повлиять на экономику. Хватит декларировать. Декларировать, что мы тут что-то сделаем и так далее. Мы хорошие и так далее. Не хорошие. Мы все видим телевизор. Он рассказывает, как мы... Они подняли страну. А когда приходишь домой, ты понимаешь, что Киркя пусто. Ну, в средстве нестатистический. И все, что по телевизору, это вранье. И никакого у нас рая земного нет. Тут у нас еще президент отличился. Он постоянно кидает, вот этот очень интересный президент, всякие фразы, от которых люди приседают и не понимают, он вообще на Марсе живет или здесь. Может быть, они живут действительно в другом мире. У них-то все хорошо. И, как говорила Мария Антуанетта, ей нет хлеба, пусть едят пирожные. То есть, ну какая в чем проблема вообще? Ну, на самом деле, да. Это есть оторванность власти от народа. Я бы, например, знаешь, вот сейчас выборы в Режскую Думу, там 12 человек на место. Я посмеялся. Давайте сделаем закон о выборах депутатов следующим образом. Депутат, человек, который хочет стать депутатом, закладывает все свое имущество, имущество своих близких родственников, в пользу государства. В случае, если он зарядится в где-то коррупционных скандалах, государство будет гарантия с него взыскать. И должна быть сумма этого имущества не меньше, скажем, чем 200 тысяч евро. Скажешь, а где взять простому человеку? Ну, если банк скажет, что нормальный дадут тебе такой депозит, иди работай. Но ты будешь знать, что если ты где-то что-то попытаешься стяпать или принять какой-то левый закон, который нанесет ущерб рижанам, нанесет ущерб рижанам, ну ты лишишься своей собственности сразу все, и твоя вся родня. Я сейчас отвечу, конкурс будет на место депутата не больше, чем полтора человека на место, это в лучшем случае. Во-первых, потому что многие не смогут получить доверие банка или собрать этих, показать свою недвижимость, ну, другие или в политику попытаются прийти нищие, которые скажут, знаешь, депутаты что любят. Вот, например, вся недвижимость, моя недвижимость записана на меня. А вот посмотришь, например, на какого депутата Сайма, который ходит в часах за 20 тысяч золотых, или какого-нибудь бывшего мэра Риги, который ходит в часах золотых за 20 тысяч, посмотришь, а он нищий оказывается. У него ничего нет. У него даже машины нет. Ну, только часы за 20 тысяч на руке висит. А вот сын у него миллионер, жена у него давным-давно миллионерша. Теща, наверное. Теща миллионерша, да. А тесть вообще живет в Америке, в Майами. Ну, это я образно говоря. Нет, нет, ты должен заложить все. И тогда, если ты действительно хочешь работать, если ты идешь воровать, тогда зачем ты нужен? Другой стороны, знаешь, скажешь, а если бедный человек пришел в депутаты, ну, нет у него ничего. Слушай, сколько тебе лет? 40. Слушай, если ты за 40 лет не заработал ничего и остался бедным, то чем, как ты сможешь, что ты можешь, ты никакой. Ты ничего не можешь. Ты должен состояться. Ну, да, может быть, художники, поэты и так далее. Ну, это должно оценивать. Ну, если бы было такое условие, это, конечно, я сочиняю, этого никогда не будет. Но если бы... Прекрасная инициатива Мирского, на которой мы можем и сегодня, наверное, закончить нашу беседу. Обязательно, может быть, еще встретимся для того, чтобы поговорить. Много еще осталось за кадром у нас нерешенных вопросов. Спасибо, Александр Мирский, да. Олег Бека, и очень приятно. И Радио Болт.